Правительство республики обеспокоено ростом цен на социально значимые продукты питания. Сегодня представители Министерства экономического развития и прокуратуры провели совместный рейд по чебоксарским магазинам и рынкам. Завышают ли продавцы цены искусственно и как с этим бороться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы как можно быстрее продать овощи со своего огорода, Роза Артемьева каждое утро присматривается к ценникам других торговых точек и устанавливает свою минимальную стоимость на продукты. К примеру, сейчас капусту она реализует по 25 рублей за килограмм. Такая цена покупателей привлекает и овощи расходятся быстро. Другие продавцы на рынке такими ценами похвастать не могут. Стоимость той же капусты колеблется от 30 до 35 рублей. Проверяющим объясняют, что максимальные наценки на овощи устанавливают посредники из других регионов. Поставщики объясняют то, что они в свою очередь покупают данную продукцию в других регионах и им приходит такая продукция уже с установленными ценами. Во время рейда изучали цены на мясо, сахар и молоко. Его стоимость сейчас колеблется. Если литр на разлив в городе возможно приобрести за 30 рублей, то молоко в пачке продают уже за 35, а то и больше. Хотя, замечают в Министерстве экономического развития и торговли, многие магазины сейчас стараются устанавливать скидки на товары первой необходимости. Они более низкую уровень наценки ставят на эти товары, поэтому цена на какое-то время снижается. Привлекают в себе потребителей. В данном магазине относительно цены стабильные. Вот я смотрю, они все-таки по акции стараются, наши чувашских товаропроизводители, по более доступным ценам продавать товары. Представители прокуратуры ищут нарушения. Если выяснится, что в магазине продукты подорожали необоснованно, то на предпринимателей могут завести административные дела. В случае сильно завышенных цен, нами будет подготовлен материал. И при наличии достаточных оснований, материалы будут отправлены в УФАС. Будем проверять накладные и смотреть, как формируется цена на тот или конкретно продукт. Подобные проверки представителями НЭКа и прокуратуры намерены проводить и впредь. Митрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.